А знаем ли мы, что такое регулятор? Верим, это очень что-то хорошее и доброе. Да, 20% в месяц нас устраивает. Что нам делать? Жуликая реклама от лица якобы Олега Тинькова. А у жилья для этого лекарство от диареи. Факт жизни после смерти доказан благодаря регулятору. Молочная молодость и еще более высокохудожественный кисельный оптимизм. Но что вы, мой дорогой, у меня телефон кнопочный. Слыхали, наверное, Nokia 3310? Выхохолем криминального уровня Артура Варданяна. Призрак Мавроди бродит по России. Стоп-Пирамида – специальный проект фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия! Добро пожаловать на Стоп-Пирамиду, канал по повышению личной финансовой безопасности. Предупрежден? Вооружен? Поехали! Регулятор – самое популярное слово в репертуаре современного мошенника. У жилья это как лекарство от диареи. Сие снадобье по замыслу аферистов должно снять все душевные спазмы, развеять острую боль и укрепить твердую веру в еще не пострадавшего инвестора. «У нас лицензия регулятора. Регулятор разрешил. Мы работаем по заданию регулятора». Эти волшебные слова, как мантра, благотворенно действуют на умонастроение человека без пяти минут жертвы. Если уж сам регулятор одобрил, то какие тут могут быть сомнения? «Знаем ли мы, что такое регулятор?» «Как правило, плохо. Но поскольку говорим с аферистом на доверии, то верим, что что-то доброе и хорошее». Теоретически мы можем проверить все сказанное в интернете, посоветоваться знакомыми. Но главное – не оказаться финансово безграмотными. А самое важное – мы с вами ментально заинтересованы в позитивном результате. В самых редких случаях в финале разговора пытаем жилье. А что это за регулятор? Прохвосты, не стесняясь громких имен, могут прислать фейковую лицензию Центробанка. Или, как мы уже рассказывали нашим зрителям, в выпуске «100 пирамиды 48». Как мошенники для обмана используют сайт Центробанка. Ссылка в описании. Рассказывают сказку про код LEI, который, конечно, у мошеннической фирмы нет. Но он есть у компании, похожий по названию. При этом код LEI не имеет никакого отношения к розничному финансовому рынку. Но зато какие шедевральные умозаключения и игра жуликоватого разума. Другая любимая история у мошенников – выдавать за лицензию обыкновенное свидетельство о регистрации компании Великобритании. Стремление к прекрасному тут играет на руку криминальным живописцам. Королевский герб со львом, единорогом и короной на полстраницы украшает свидетельство любого ларька, зарегистрированного в Туманном Альбионе. Если не знаешь английского языка и хочешь поверить в сказку, подобная картинка вполне годится для самогипноза. Совсем не все мошенники платят хотя бы пене за британских львов. Сегодня это под силу только выхохолем криминального уровня Артура Варданяна или Романа Василенко. В большинстве же случаев нам подсовывают документы реальных мелких английских фирм без интернет-ресурсов. Хозяин магазина в сельском Деваншире и не подозревает, что под его брендом щеголяют мошеннические русскоязычные дэнди, как минимум биржевые аксакалы или максимум воротилы с Уолл-стрита. Правда, ворочают они ярды якобы в башне Федерация на Краснопресненской набережной в Москве. Эти тухлые легенды работают, к сожалению, до сих пор. Призраки Мавроди ходят по России. И есть свежие легенды про мегарегуляторов. Давеча мы столкнулись с очередной жуликой рекламы от лица якобы Олега Тинькова. Зарегистрировались на сайте и через пару часиков звонок. Молодой оптимистичный голос радостно сообщил. Вы интересовались инвестициями? Да. Наша компания Royal Impress 100 лет на рынке и мы готовы вам подсказать, когда какой актив покупать, а когда продавать. У нас нет гарантии по доходу, но уж 20-30% в месяц точно заработайте. Это вам подходит? Бренд Royal Impress уже не в первый раз попадает в фокус нашего внимания. Он уже есть в черном списке Центробанка. А это значит, что аферисты создали новый сайт. Хорошо бы уточнить его адрес. Чудненько. На 20% в месяц мы согласны. Что нам надо делать? Скоро вам перезвонит ваш персональный аналитик, который все объяснит. И действительно, через 5 минут звонок. Опытный аналитик Евгений Швец у аппарата. Опять молочная молодость и еще более высокохудожественный кисельный оптимизм. Так давно мы уже не встречали юношеский оптимизм даже на крипторынке. Газпром будет падать. А это прекрасно. Мы заработаем на его падении. Приобретаем большой пакет монополиста и прокатився с ним наверх. Обещалось чудесное превращение из миноритария в мажетарий. Про весномый пакет верилось с трудом. Но при таких раскладах получить 10 иксов казалось вполне возможным. Но мы здесь включили вредного старого инвестора и завели свою шарманку. Я старый человек. Покажите, милок, нам ваш сайт и лицензию. Пожалуйста, куда вам прислать адрес на WhatsApp? Ну что вы, мой дорогой. У меня телефон-то кнопочный. Слыхали, наверное, Nokia 3310. Тогда я через мессенджер соцсети. Норм? Я хантовый мой. Социальными сетями пользуются только мошенники. Серьезная организация может направлять информацию только на e-mail. А чья у вас лицензия? Нашего регулятора, Центробанка? Нет. Главного российского регулятора. Главного. Вы его можете назвать молодой человек. На конце провода легкое замешательство. Я вам сейчас посылаю ссылочку на сайт. Внизу найдете ссылочку на регулятор. Через пару минут мы действительно оказываемся на новом сайте Royal Impressor. И становится понятным, почему товарищ Швец не озвучил название регулятора. ЦРОФР. Произнести это без запинки может только человек памятник из финансово-бюрократической сферы. Евгений Швец явно под такие характеристики не подходил. Не факт, что он когда-то вообще бывал на территории нашего государства. Вместе с тем российским регулятором ЦРОФР на сайте был обозначен еще и иностранный регулятор с чудо-названием IFMRRC. Но об этом чуть позже. ЦРОФР – центр регулирования отношений на финансовом рынке. Эта организация была прекрасно известна людям, которые интересовались черным рынком Форекс в 11-16 годах. До формирования законодательства на этом сегменте финансового рынка. Тогда российский Форекс представлял собой особый суп из черных и серых остротоксичных ингредиентов. Откровенно криминальные структуры конкурировали с такими же полулегальными субстанциями из дальних заморских юрисдикций. Инвесторы, точнее частные трейдеры, в любом случае проигрывали. Полулегальные Форекс-компании пытались себя отделить от откровенно криминальных структур с помощью создания легальных профобъединений. ЦРОФР, ЦРФИН, Кроуфер, Рауфер. Впрочем, разница бандита от пирата – тонкая материя. Поэтому криминальные Форекс-компании легко проникали в профобъединения. Такие проникновения в ноль девальвировали ценность самих объединений для частных трейдеров. Эти объединения в публичном пространстве вели себя довольно тихо. О своей деятельности ЦРОФР сделал только одно заявление для федеральных СМИ вскоре после своего создания в 2011 году. Центр скромно обозначил себя первой незамесивой организацией по оценке качества брокерских услуг. Организация должна была помочь частным трейдерам подавать надежного брокера. В тот далекий год специалист Комитета по стандартизации и сертифицированию ЦРОФР Ирина Антонова отмечала, ЦРОФР оберегает трейдеров от ошибочного выбора, ведь основная задача организации – обеспечить максимальную безопасность сделок на фондовом и валютном рынках. Заполним эту фамилию. Кроме того, ЦРОФР был создан компенсационный фонд для выплат компенсации по стандарту от брокеров членов ЦРОФР. Нам неизвестно, были или не были выплаты из этого фонда, но после принятия законодательства о рынке Форекс и лицензирования Форекс-дилеров, деятельность названных объединений постепенно сошла на нет. Самое интересное, что в Едином государственном реестре юридических лиц вы сегодня не найдете ни одного упоминания о ЦРОФР как о действующей или как о ликвидированной компании. В то же время в сообщениях в 2011-2015 года ЦРОФР упоминается как «легальная российская организация». Мистика. Давайте посмотрим на сертификат соответствия требованиям ЦРОФР, которые компания Royal Impress представляет в качестве своей лицензии. Господа, не будем церберами. В свидетельстве немного иное название компании не Royal Impress, а Impress Royalty Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах с офисами в Эмиратах, Кипре и Санкт-Петербурге. Искать логику в названиях и нарисованной географии в ситуации, когда финансовым корсарам чуть ли не каждый месяц приходится менять не только сайт, но и название, не имеет никакого смысла. Нас особо интересует в свидетельстве печать регулятора. На ней четко прописано некоммерческое партнерство, Центр регулирования отношений на финансовых рынках, а также указан ОГРН. 3 единицы, 2 семерки, 2 девятки, 01-03-94. Этот ОГРН принадлежит Ассоциации специалистов в сфере менеджмента «Карьерный мост». Эта организация действительно была создана в 2011 году, а в феврале 2019 ликвидирована. В выписке Единого государственного реестра юридических лиц указано про ряд изменений в уставе и учредительных документах в 2015 году, в том числе смена названия, но почему-то прежнее название не указано. Еще в 2017 году в отношении «Карьерного моста» судебные приставы закрыли исполнительное производство по причине невозможности установить местонахождение должника, его имущество, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранение в банках или иных кредитных организациях. При этом, судя по сайту ЦРОФР, продолжает свою деятельность регулятора и осенью 2022 года. Факт жизни после смерти доказан благодаря ЦРОФР. Получается, история бренда ЦРОФР завершилась в 2015-м, физическое существование в 2019-м, но в 2022 году ЦРОФР, как ничто не бывало, продолжает выдавать сертификаты соответствия. А теперь посмотрим на фамилию руководителя органов сертификации, та самая Ирина Антонова. Кстати, в выписках Единого государственного реестра юридических лиц она ни разу не упоминается в качестве руководителя или учредителя организации. Кому воскресший ЦРОФР выдает свидетельство? Давайте посмотрим на сайте. Именно здесь мы можем найти последние решения Комитета стандартизации и сертификации Центра. Успешно прошли сертификацию следующие компании. Пара Трейд, Старт Капитал, Гэмбл Лимитед, Экс Брокер, Капиталити ФС Интернешнл, Эн Маркетс Лимитед, Пиза Ит Солюшн, ПО Трейд и другие. Ни одна из этих компаний не зарегистрирована в России. Ни у одной нет лицензии Банка России на ведение финансовой деятельности. Однако, каждая третья входит в уоррент-лист Банка России. Медитируем, что черный список Банка России будет пополняться из числа этих сертифицированных компаний ЦРОФР. Впрочем, возможно, что не все компании, сертифицированные ЦРОФР, намерены трудиться в России. Мы упоминали о том, что Royal Impress имеет сертификат не только российского, но и иностранного регулятора. А именно International Financial Market Relations Regulation Center. Нам не удалось найти на сайте этой замечательной организации информацию о ее статусе и географической привязке. Впрочем, этого особенно и не требуется. Посмотрите на сайт, он практически идентичен сайту ЦРОФР, но только сделан на английском языке. Та же самая история со свидетельствами, которые подписывает товарищ Ай Антонова. Свидетельства выдаются тем же самым компаниям. Наивный вопрос. А почему же не сделать просто двуязычный сайт? Мы можем гадать в отношении творческих замыслов неизвестных аферистов, поэтому приведем несколько гипотез. Сайт ЦРОФР был создан в 2014 году, примерно за год до преобразования в карьерный мост. А сайт IFMRSC через два года после формальной кончины некоммерческого партнерства. Возможно, в 2017 году условная Ирина Антонова с компанией уже рассматривали вероятность того, что сайт фейковой организации в России будет заблокирован. В то же самое время вынести решение о блокировке в отношении иностранного англоязычного сайта, некого иностранного центра, прокуратуре, Роскомнадзору намного сложнее. При этом для бизнес-аферистов английский сайт имеет почти тот же эффект, что и русскоязычный. Главное показать потенциальным жертвам, что есть регулятор, который акцептовал на рынке ту или иную компанию. Есть основания предполагать, что сайт IFMRSC создавался целенаправленно для работы зарубежной нерусскоязычной аудитории. Именно поэтому мы видим, что некоторые из сертифицированных CFOFR компаний не появляются в России. Также обратим внимание, что на сайте IFMRSC полностью отсутствуют новости, которые касаются регулирования финансового рынка в России. А на сайте CFOFR таких новостей много. Наконец, есть еще одно простое возможное объяснение. Ирина Антонова продает комплект из свидетельств двух регуляторов с разными эмблемами, с якобы разным происхождением. Поставить на свой сайт ссылки сразу на два регулирующих органа, как это сделал Royal Impress, всегда лучше, чем на один. А один ли призрак бродит? Десять лет назад в России существовал целый табун объединений разношерстных игроков. Как и CFOFR, все известные нам организации давно ликвидированы. Крауфер, Церфин и Рауфер. Произошло это в 2017 году, когда российские форекс-компании получили возможность легализовать свою деятельность в соответствии с национальным законодательством. А функции единственного СРО получила Ассоциация Форекс-дилеров. Пять лет как эти организации в потустороннем мире. А вот сайты Церфин и Крауфер продолжают функционировать. В нескольких местах на сайте крупно обозначен сервис подачи жалоб на брокеров и на выплату компенсации. Неизвестно, действует ли сегодня этот сервис. Направив несколько дней назад заявку на восстановление справедливости, мы так и не получили ответа. Но подобный сайт вполне может использоваться мошенниками, якобы возвращающими деньги украденными псевдоброкерами для придания легальности своей деятельности. Уверен, Банк России и АФД найдут возможности проверить упомянутые интернет-ресурсы на предметах возможного использования в недобросовестной деятельности. А сайт главного регулятора ЦОФР и его использование в интересах фигурантов из Уорринг-лист Банка России очевидно. Предупрежден вооружен, будьте бдительны, кругом мошенники. Пока. Специальный проект «Стоп-Пирамида». Ссылки в описании под видео. «Стоп-Пирамида» – специальный проект фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала «Финверсия ТВ». Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.